Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Первая Матищинская программа «Диалог с властью» и я, ее ведущая, Алла Сталаева. Сегодня в нашей студии исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Матищи Алексей Калинин. Алексей Юрьевич, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Вы курируете работу территориального управления Пироговский. Расскажите, пожалуйста, какие приоритетные направления стоят сейчас в повестке дня? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что сегодня территория МКУТУ Пироговский выросла практически в два раза. К этой территории прибавилась территория МКУТУ Матищинский. И, соответственно, к тем 24 пунктам, которые были на территории Пироговского, еще 24 пункта МКУТУ Матищинский. Но сегодня у нас идет процедура становления предприятия, согласование штатной численности, определение работы непосредственно вновь созданной структуры. Поэтому мы с вами поговорим, наверное, о той территории, которому я посвятил прошлый год вместе с коллективом. И то, что было сделано, какая работа была проведена на той территории, которая была видна МКУТУ Пироговский. Что хотелось бы сказать, что территория МКУТУ Пироговский включает в себя, еще раз напомню, 24 населенных пункта. Площадь у нас более 8,5 тысяч гектар. Постоянно проживающее население более 18 тысяч человек. Мы знаем прекрасно, что население в летний период увеличивается в разы. И это создает определенную нагрузку на инфраструктуру, содержанием которой мы занимаемся. На территории у нас находятся 98 многоквартирных домов, эксплуатацию и обслуживание которых осуществляет 7 управляющих компаний. Одна из них муниципальная. Что хотелось бы отметить, что все управляющие компании очень хорошие, очень добросовестно относятся к исполнению своих обязанностей. Нет существенных нареканий со стороны жителей в адрес управляющих компаний. И все вопросы, которые возникают на территории в части обращения жителей на портал Добродел решаются оперативно. И нет никаких у нас ни просрочек, ни отложки возникает. Но это касается, так скажем, массовых заявителей, которые всегда чем-то недовольны. Поэтому управляющая компания у нас хорошая. Мы с ними имеем очень тесный контакт, постоянно встречаемся, определяем задачи, которые необходимо решать. Обязательно провели встречу в период новогодних праздников. И все жители нашего микрорайона видели, что никаких срывов в работе служб, и в том числе управляющей компании практически не было. Мы эту работу контролировали ежедневно, находясь на рабочих местах и непосредственно видя все, что происходит на территории. На территории у нас находится 24 на 7 пункта из частных домовладений более 3 тысяч. Также у нас находится 23 СНТ на территории, с которой мы тоже ведем очень активную работу. Это, конечно же, в части организации взаимодействия со структурой муниципалитета и региональный оператор. Несмотря на то, что региональный оператор уже работает с 2019 года, все равно возникают проблемы. Проблемы являются общими, потому что контейнерные площадки находятся на муниципальных территориях. И, конечно, основная задача регионального оператора – это правильно свести свои расчеты по количеству отходов образовательных, для того чтобы обеспечить качественную уборку и, соответственно, своевременную уборку и вывоз твердых коммунальных отходов. У нас 16 старост на территории, которые являются основой каждого населенного пункта и осуществляют взаимодействие между нами и жителями. И вот очень важна, конечно, вот эта коммуникация, которую мы постоянно налаживаем для того, чтобы своевременно информировать жителей через институт старост о том, что происходит на территориях, о том, что необходимо сделать. В частности, проблема, которая сегодня освещена из средств малой массовой информации – это вакцинация, которая сегодня осуществляется во всей Российской Федерации. Поэтому вот буквально во вторник, когда мы проводили встречи со старостами, мы подняли этот вопрос о том, что необходимо информировать наших жителей о том, где и как можно получить прививку или вакцину. У нас это осуществляется на территории Пироговской больницы. И весь порядок отражен в информации, которая была предоставлена у нас со стороны больницы. Там указаны номера телефонов и вся необходимая информация для того, чтобы каждый из жителей населенного пункта имел возможность прийти, предоставить соответствующие документы и получить услугу или вакцину. Да, ну про старосту мы еще вернемся к этой теме, Алексей Юрьевич. Мы знаем, что в Пироговском еще продолжается реконструкция системы очистных сооружений. Конечно, главная цель – это увеличить мощности для новых жилых комплексов. Давайте посмотрим сюжет на эту тему. Внимание на экран. Поселок Пироговский постепенно разрастается жилыми новостройками. Существующие очистные сети уже работают с перегрузом. В рамках реконструкции их мощность будет увеличена с 5 до 8 тысяч кубометров. Работы запланированы на два года. На территории очистных будет заменена полностью вся инфраструктура и оборудование. Флотаторные установки, барабанные фильтры будут использоваться, фильтры грубой очистки, ультрафиолетовое очищение будет происходить. Сейчас этап уже идет монтажа стакана очистных сооружений, КНС, подготовки к устройству новых аэротенков. Это плиту заливать будут. И начинается монтаж здания обезвоживания. Станет чище сброс. Плюс ко всему мы просто сможем подсоединить вновь построенные дома. Требования к качеству очистки источных вод год от года становятся строже. Современные технологии совершенствуют данный процесс. С их помощью очистные предприятия могут возвращать в природу воду, которая соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам. Реконструкция очистных в поселке Пироговский проходит в рамках государственной программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. На обновление очистных привлекли региональные субсидии и средства бюджета городского округа. Поэтому работу подрядчиков контролируют на каждом этапе. Алексей Юрьевич, все ли идет по плану сейчас? Да, я бы хотел проинформировать о том, что в рамках строительного дня Виктор Сергеевич Азаров посетил этот объект, еще раз проконтролировал, как выполняется и как идет ход строительства. Хотелось отметить, что сегодня, пока все работы выполняются с учетом графика, который был предусмотрен, мы понимаем, что эти работы необходимо завершить в этом году. Ну и цели и задачи, которые определяет эта реконструкция, это увеличение мощностей перерабатывая источных вод. Мы говорим о том, что с 5 до 8,5 тысяч кубометров в сутки будет перерабатывать вновь созданные очистные сооружения. Это позволит нам увеличить количество абонентов, которые можно присоединить к сети и, соответственно, разгрузить старое, обеспечив более качественные показатели по сбросу вредных веществ в атмосферу и водные объекты. Мы говорили о том, что старые очистные сооружения вызывали негатив у жителей близлежащих домов, так как запах, который исходил от них, он, конечно, существенно влиял на комфортность проживания в многоквартирных домах. В связи с этим были предварительно проведены мероприятия, связанные с закрытием зоны аэрации для того, чтобы снизить количество распространения запаха. Уже после реконструкции эти запахи практически будут сведены к нулю. То есть этот объект практически будет незаметен для всех окружающих и позволит нам уже расширить сеть абонентов, которые могут подсоединиться. Мы говорим о таких объектах, как Пироговская ривьера, многоквартирные дома, ну и также можно и частное домовлавление уже спокойно сюда присоединять, исключив вот ту технологию, которая применяется, это откачка из септиков или из выгребных ям жидких коммунальных отходов, как они называются. Поэтому этот объект, он значимый для муниципалитета, для территории, на которой мы работаем, ну и для жителей, конечно, которые там проживают. Когда предположить на сдачу объекта? Сдача объекта в этом году — это июль-август. Спасибо, Алексей Юрьевич. У нас еще одна тема, очень важная, это освещение улиц и дворов. Обращаются ли жители по вопросам плохого освещения? Да, очень огромное количество обращений. И я хотел бы отметить, за предыдущие периоды много было сделано, много сделано по населенным пунктам, проведено линии, линии освещения, установлены опоры, установлены светильников. Но мы понимаем, что в любом случае этого недостаточно, это не все. Поэтому мы, когда осуществляем встречу с жителем на территории, вообще вот я когда пришел, у меня выработался алгоритм того, чтобы прежде всего необходимо было познакомиться на территории, и я поступил следующим образом. Я в обязательном порядке выезжаю на территорию и встречаюсь со старостой, с жителем. При этом мы, прежде всего, информируем о том, что такая встреча произойдет. Дальше приглашаем на эту встречу представителя ОВД, участкового, для того, чтобы жители имели возможность познакомиться с нашим участковым, задать ему вопросы. Участковый, как правило, определяет те вопросы, которые находятся в компетенции органов правопорядка, и просит не беспокоить по остальным вопросам, там, бытовок или тех вопросов, которые находятся в виде муниципалитетов. Проведя эту разъяснительную работу, мы дальше продолжаем, вместе с жителями обозначать те проблемные вопросы, которые беспокоят. Обязательно обходим территорию, обязательно приходим на те места, которые беспокоят, обязательно посещаем контейнерные площадки, детские площадки, смотрим, как они содержатся, в каком они состоянии, потому что вся эта работа, которую мы проводим с жителями, она фиксируется, она формируется протоколом, и дальше мы по каждому населенному пункту имеем перечень задач, которые необходимо решать, и, соответственно, приступаем к их решению. Либо включаем в программу, либо, если необходимо, обращаемся к тем, кто несет ответственность за те или иные проблемы, которые существуют на территории. Ну и, конечно, в течение всего периода контролируем исполнение тех наказов жителей, которые были озвучены на встрече. То есть вы устраиваете такой открытый диалог с жителями? Да, по каждому населенному пункту у нас сформированы проблемы, задачи, и именно эти проблемы и задачи потом складываются на формирование наших программ по дальнейшему взаимодействию и приведению территории в надлежащий вид. Так вот, мы коснулись тему уличного освещения. Я хотел бы отметить, что сегодня мы определили приоритеты развития сети уличного освещения. Мы понимаем, что приоритеты отдаются в первую очередь тем улицам, тем проездам, которые наиболее насыщены. Те проезды, которые ведут либо к автобусным остановкам, либо к объектам социальной инфраструктуры. Где может быть массовое скопление людей. Да, тротуары. Например, наибольший... Вот, к примеру, можно привести этот тротуар от деревни Сорокины к школе и детскому поселку КВХ. Это у нас стоит приоритетная задача. И дальше мы по каждому населенному пункту определяем последовательность проведения данных работ, исходя из целесообразности. Это самая первая необходимая задача. Необходимо в первую очередь сделать. Алексей Юрьевич, у нас еще такая тема, это набалы строительного мусора. К сожалению, это не редкость, особенно в лесопарковой зоне или на арендованной территории. В последнее время они носят такой системный характер. Вот по обращению инициативной группы жителей комплекса Афродита было проведено воюзное заседание. Давайте посмотрим сюжет на эту тему. Пожалуйста, внимание на экран. Вот он, битый кирпич. Тут же железобетонные конструкции и чего только нет. И, конечно, все это видно даже издали местным жителям. Там очень много мусора. Свалка реально большая. Там все, сапоги, резина, там что только нет. Вы видите, кто завозит? Вот были, да. Я видел, здесь фуры заезжали. Где-то вот около года уже все продолжается. Здесь, на месте с фактами на руках, есть о чем поговорить. Вернее, есть что предъявить. И местным жителям, и администрации микрорайона Пироговский, и общественной палате, по инициативе которой и проводится встреча. Вопрос, это последствия. Откуда их завозят? То есть мы должны говорить о том, что сегодня строительный мусор или строительные отходы, или грунты, которые образуются при любом строительстве, должны быть подконтрольны. Уже по указанию губернатора устанавливаются так называемые фотоловушки, фотофиксаторы, которые фиксируют это транспортное средство, перевозящее отходы или грунт. Эти фотоловушки устанавливаются еще раз не только на земельных участках, но и в лесу, куда сегодня активно свозится строительный отход. Информации уже собрано немало о конкретных нарушителей. Оценен и нанесенный ущерб. Мы сейчас получили практически всю информацию. Завтра у нас будет доведена еще дополнительная информация в рамках тех нарушителей, которые были здесь выявлены, и какие меры будут приняты. Важно, что в этой работе принимают участие жители соседних домов. Они-то мотивированы, как никто. Конечно, вопрос о рекультивации этой территории затянется не на один месяц. И уже в ближайшие дни будет принято решение, в каком объеме и в какие сроки будет устранено то, что сегодня видно всем. Алексей Дюйович, ну как сейчас обстоит ситуация по этому вопросу? Значит, у нас ответственные за данные правонарушения Министерства экологии и природопользования. По факту сегодня есть информация о том, что нарушители привлечены к административной ответственности. И дальше уже будет решаться вопрос о рекультивации данной территории, приведении его на длинащий вид непосредственно с собственником. Процедура находится под контролем, еще раз хочу напомнить, управлением Министерства экологии и природопользования. Поэтому мы будем следить за этими вопросами и информировать наших жителей о том, наверное, это будет видно, исходя из того, что будет происходить на данной территории. Но что касается отходов, да, вот я здесь обратил внимание, что, к сожалению, сегодня не много уделяется вопросам, связанным с образованием и контролем за размещение строительных отходов, которые образуются на наших строительных площадках. Сегодня это можно спокойно наладить, имея возможности отслеживать, куда будут направляться эти отходы. У каждого мусоровоза или у каждой машины сегодня есть навигационная система. И количество образования отходов на любой площадке, они ясны, эти объемы. Понятно, что совершенно спокойно можно осветить, чтобы эти отходы размещались на тех объектах, которые допускают к размещению такого рода отходов. Навалы строительных мусоров — это проблемы сегодня на территории. Мы видим, что замусориваются не только промышленные площадки или участки, за которыми собственники не следят или не наблюдают, но и строительные отходы заводятся и в лес, что приводит к негативу со стороны наших жителей и, естественно, дополнительных затрат со стороны собственников земельных участков. Потому что мы понимаем, что эти земли относятся к лесфонду, и, естественно, бюджет должен теперь областной выделять деньги на ликвидацию этих навалов. Поэтому вообще вопрос об отходах такой комплексный. Здесь у нас возникает не только проблема образования строительных отходов на строительных площадках, но и в том числе у жителей, которые осуществляют ремонт или конструкцию, либо строительство построенных на своих земельных участках. Мы за этим вопросом тоже очень внимательно следим. И основная задача — это обеспечить информирование тех, кто осуществляет строительные работы на своих земельных участках, о том, что эти строительные отходы не относятся к твердокоммунальным, их необходимо вывозить на специальные объекты, на специальные полигоны, или перерабатывать их для того, чтобы утилизировать на полигонах, которые предназначены для твердокоммунальных отходов. Это дополнительные затраты, конечно, для жителей, но в любом случае это надо делать для того, чтобы снизить нагрузку сегодня на существующие контейнерные площадки, не допускать складирования строительного мусора на контейнерных площадках, а тем более в лесах или где-то на полях, как это иногда нерадивые наши жители делают. Это очень важный вопрос. Поэтому на каждой контейнерной площадке у нас есть информация с указанием тех организаций, которые имеют право, имеют возможность, естественно, за деньги вывезти строительный мусор. Ну да, то жителям нужно вызывать необходимый транспорт. В те места, куда это не влез. Да, конечно. Поэтому, ну вот, что касается строительного мусора, несколько слов мы с вами. Да, ну продолжая тему мусора, про уборку территории поговорим. У нас в день чистоты прошел субботник в лесной полосе вблизи поселка Пироговский. Убрали более 15 кубов мусора. Вот расскажите, кто принимал участие в субботнике, как он прошел? Значит, ну, это был у нас день эколога, да, и, значит, основное, основные привлеченные, это были волонтеры МГСУ имени Баумана, наши студенты, которые в рамках вот дня эколога помогли навести порядок на территории лесополосы, находящейся непосредственно в близости от поселка Пироговский. Конечно, устранять последствия это хорошо, но я говорил о том, что чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. Поэтому основная задача вот этой акции это привлечь тех пользователей или отдыхающих, которые приходят сюда для того, чтобы отдохнуть. Ну, рядом есть контейнерная площадка, пожалуйста, вы отдохнули, вы оставьте после себя территорию чистой, чтобы вы потом могли прийти и опять посвятить наслаждаться природой, чистой территорией. Да, но вот, к сожалению, не всегда это получается, хотя уже видно тенденции к улучшению, но все равно приходится наводить порядок на территории. Я хочу сказать, что это не один факт. Мы исторически проводим эти мероприятия, как правило, весенний период. Весенний период это особый период, когда из подснега вылазят так называемые подснежники, мы говорим о цветах, подснежники предполагаем, но мы работники жилища коммунального хозяйства все время говорим о подснежниках в виде мусора, который, к сожалению, в зимний период попал под снег и теперь вылазим Нам хотелось бы, чтобы были просто подснежники, но, к сожалению, они немножко другого характера. чтобы были подснежники. И, конечно, этот период он очень сложный, необходимо после схода снега навести порядок, убрать вот этот мусор, который скопился за зимний период. И, конечно, это касается не только территорий, которые мы обслуживаем, которые мы содержим в рамках муниципального задания, но и тех территорий, за которые отвечают наши жители. Я имею в виду частные домовладения. У нас в соответствии с требованиями законодательства территория до проезжей части, которая прилегает к границам земельного участка, содержится тоже жителями. Конечно, самое идеальное было, и я думаю, что мы к этому будем стремиться, это обеспечить вывоз так называемых органических отходов, не бытовых отходов, органических, это трава, листва, все, что наши жители убирают по весне своих территорий, облизи деревьев. Непосредственно это отход, который подлежит дальнейшей переработке, и все-таки наши тенденции, мы были лучшие в обращении с отходом муниципалитетом, она существует, тенденция, тенденция переработки органических отходов, получения удобрений, которые можно в дальнейшем использовать для посадки новых деревьев, новых устройств, новых газонов, деревьев, кустарников на территории городского округа. Поэтому в этом направлении будем двигаться, помогать жителям, вот, ну, естественно, привлекать их тоже к тому, чтобы наводить чистоту и порядок на территории. Действительно, наш округ всегда был, так сказать, на лучших позициях по вопросам переработки отходов, поэтому хотелось бы, конечно, эту позицию сохранить и приумножить. Конечно, конечно. Алексей Юрьевич, ну, еще такая у нас одна острая тема. В наших эфирах мы уже рассказывали жителям о конфликте, который возник между хозяйствующими субъектами Кревер и Дубрава. Первый арендует лесной участок, а второй, получается, водную гладь. И все вроде по-своему заинтересованы в благоустройстве территории, но в результате пострадавшими оказались сами жители. Давайте посмотрим начало этой истории. Пожалуйста, внимание на экран. Мы жители ЖК Пироговской ривьера. Соответственно, буквально месяц назад при попытках войти в Дубраву, свободно, как это было ранее, мы обнаружили забор. То есть, и, соответственно, как бы возникло некое негодование. На каком основании вообще нам перекрыли вход к воде? Юлия как раз та самая активистка, которая собрала больше тысячи подписи жителей и разместила пост в социальных сетях с призывом вернуть свободный проход к береговой зоне. Мытищенцы и гости города привыкли отдыхать на воде летом, а весной и осенью прогуливаться по лесному массиву. Мы всегда приходили в масках, в перчатках, все как положено, мамочки с колясками, все. Доступ был перекрыт. Сказали, до свидания, здесь будет частный клуб или что-то там такое начали нам городить охранники. Вы больше, доступ вам запрещен. Можете сюда больше не приходить. А началось все весной этого года, когда арендатор земельного участка ООО «Клевер» хотел приступить к благоустройству территории, взятой в 2014 году в пользование на 49 лет. Руководство компании посчитало, что для безопасности отдыхающих на время работ лучше ограничить проход на базу. Есть документ комитета лесного хозяйства о том, что все три договора действуют. Договоры аренды заключены до уреза воды, то есть полностью. Оплачиваются они полностью вот отсюда и до уреза. У нас никаких спорных отношений с Дубравой быть не может, поскольку у нас нет общего имущества. ООО «Дубрава» еще один участник этой запутанной истории. По словам представителей ООО «Клевер», их соседи препятствуют благоустроительным работам в лесной части территории. Хотя права на это не имеют, так как оформили только договор водопользования. Алексей Юрьевич, ну как продвинулись дела в этом направлении? Ну, очень красивая территория и вот уже на тот момент реакция была со стороны ООО «Клевера» и ООО «Дубравы». Свободный проход был открыт. Процедура изъятия земельных участков продолжается и до сих пор по последней информации ряд земельных участков уже изъят и передан ООО «Дубравы». И сегодня ООО «Дубрава» ведет благоустроительные работы на этой территории для того, чтобы обеспечить комфортное проживание нашим жителям. Я знаю, что они планируют установить там бесплатные мангалы, провести освещение, восстановить полностью инфраструктуру для того, чтобы жители беспрепятственно туда приходили, отдыхали, потому что действительно очень красивая территория, очень живописная и приятно там находиться, особенно в приятные теплые летние дни. Я считаю, что там конфликт уже исчерпан и мы увидим эту территорию как одной из лучших зон отдыха нашего городского округа Матища. Будем надеяться, то есть жителям в этом году не придется столкнуться с такой ситуацией? Нет, мы будем за этим следить для того, чтобы не допускать этих конфликтных ситуаций, конечно. Алексей Юрьевич, мы с вами уже начали говорить по поводу работы со старостами. Расскажите, что сейчас в повестке дня, какие главные задачи решаете? Во вторник мы провели встречу со старостами, на которой определили основной круг вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Первое, это о том, о чем я говорил, необходимо контролировать исполнение тех наказов жителей, тех проблем, которые были выявлены в результате наших встреч, которые мы по некоторым населенным пунктам уже провели дважды. Мы эту работу продолжаем, и какие работы касались, какие основные вопросы возникали у жителей. Прежде всего, это касалось содержания проездов, дорог. Мы видели, вернее, обратили внимание на то, что не все проезды и дороги находятся в муниципальной собственности и провели в первую очередь ревизию по каждому населенному пункту по дорогам и проездам. Буквально в конце прошлого года огромный перечень дорог были приняты в муниципальной собственности. Это позволило нам включить эти дороги в контракт и этой зимой приступить к содержанию. Это основные проблемы. Проблемы уличного освещения, я уже сказал. Проблемы водоснабжения, канализования, это тоже одни из тех вопросов, которые возникают на территории. Конечно же, мусор здесь тоже необходимо ответить, это тоже является проблемой. Мы видим, что контейнерные площадки, они не должны вызывать негатив у населения и наша обязанность это совместно с региональным оператором обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов, по муниципальному контракту обеспечить вывоз так скажем несанкционированных навалов, то есть тех отходов, которые не относятся к твердокоммунальным, это строительный мусор, о котором мы с вами говорили, и отходы от уборки территории, это листва, смет, органический мусор, образи деревьев, это все вывозится за счет бюджета. Поэтому основная задача обеспечить своевременный вывоз и самое главное содержание. В этом году у нас были некоторые изменения в части содержания контейнерных площадок. Сегодня наше подразделение, которое в том числе занимается содержанием территории общего пользования, которое занимается очисткой и ремонтом детских площадок. Выпиловка аварийных и сухостойных деревьев, они были дополнительно привлечены на содержание контейнерных площадок. Ежедневно осуществляется объезд, подбор просыпавшегося мусора, подметания, то есть санитарное содержание контейнерных площадок у нас теперь осуществляется ежедневно. Конечно же необходимо произвести реконструкцию модернизации контейнерных площадок, освежить их, обновить информацию. Естественно это ежедневная кропотливая работа. Видим, что сегодня проблемы опять с региональным оператором у нас возникают на территории контейнерных площадок Манюхина, Жостово это те площадки, которые находятся на пути исследования жителей Манюхина, на пути исследования жителей, которые выезжают у нас начиная Прусс, Витенево и Пестово. Кроме этого нам еще подкидывают немножечко и СНТ, которые на сегодняшний день еще не оборудовали собственные контейнерные площадки. Региональный оператор реагирует на все эти вопросы. Надеемся, что эти проблемы носят временный характер. Мы будем жестко эти вопросы контролировать и не допускать перенакопления мусора на контейнерных площадках, чтобы не приводить это к антисанитарным состояниям на территории. То есть такая комплексная работа с региональным оператором продолжается? Конечно. Алексей Юрьевич, продолжение темы по поводу уборки территории. В 2020 году в Матичевых стартовал проект Мегабак. Это пилотный проект у нас установлен на территории. Расскажите, предполагается ли установка Мегабака в Пироговском? Мы рассматривали этот вопрос, мы определили перечень территории и перечень тех контейнерных площадок, на которых можно было бы инициировать реализацию этого проекта. Конечно, все упирается в финансирование, потому что данные объекты требуют материальных затрат, очень существенных материальных затрат в части не только строительства, но и в части содержания этого объекта, потому что на этом объекте возникает у нас интересы сразу нескольких перевозчиков и в том числе и переработчиков отходов. За каждым видом отходов необходимо следить, не допускать, чтобы была какая-то пересортится. Поэтому пока этот вопрос остается открытым, сегодня существует у нас такая площадка Мегабака, которой жители имеют возможность воспользоваться. она находится на Коминтерна 25 и те, кто имеет возможность привести отходы, которые образуются в домовладениях или на территориях, привести и туда складировать. Поэтому пока Мегабак, хотя мы понимаем значимость этой задачи, но пока остается в таком ракурсе. Тем более Мегабак работает ежедневно, мы жителям уже не раз рассказывали в наших эфирах о его работе, поэтому наверное есть все способы, необходимые средства, чтобы свой мусор можно вывести туда, тем более туда можно вывести одежду, верно? И различные другие крупногабаритные. плащадка Мегабака допускает размещение различных типов отходов, в том числе и те отходы, которые образуются не только от жителей, это те, которые подлежат вторичной переработке, вы правильно назвали это пластик, бумага, картон, ветошь, текстиль, бытовая техника, компьютер имеется, вот это к этой категории относится. Кроме этого можно сдать автомобильные покрышки, которые автовладелец поменял, ну и соответственно строительный мусор, который образовался при каких-то проведении строительных работ на территории, но только не в значительной мере, потому что постоянно к сожалению этого нельзя делать. Вот. Ну и других типов отходов, в том числе опасных отходов. Алексей Юрьевич, ну сейчас другим темам в завершении нашего эфира, вот недавно у нас состоялся праздник Крещения, и расскажите, как вы оцениваете проведение крещенских купаний в деревне Витюнево, храму Спения Пресвятой Богородицы? Ну, у нас получается было несколько объектов, это Троицкая, Ну, там крещенские купания проводились в ночное время, а вот что касается Витюнева, я хотел бы отметить организацию мероприятия, вы видите, что были установлены палатки для переодевания, был организован стол, чай, оборудован, то есть купель, соответственно, проведены работы, связанные с безопасностью проведения данных мероприятий, постоянно дежурили сотрудники ГИМС, органов УВД, и действительно это какая-то такая душевная была обстановка, то есть настолько это было так приятно, уютно и организовано, что многие жители, конечно, провели вот этот обряд и получили наслаждение, я присутствовал там, были, видите, казаки, которые тоже организовали поряд с отцом Вячеславом, мы познакомились и я поблагодарил его за организацию данного мероприятия, очень было замечательно, все организовано, так что большое всем спасибо, те, кто участвовал в организации этих мероприятий. Алексей Юрьевич, на этом наш эфир подходит к концу, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо вам, что пригласили, я думаю, что в следующей нашей встрече уже будет, информация будет более расширена с учетом тех реорганизаций, тех преобразований, которые, в которые мы сегодня вступили и дальше будем реализовывать. Всем большое спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытища Алексей Калинин. На этом наша программа подошла к концу. Оставайтесь на Первом Мытищенском и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова